Интересную заметку я нашел Сергея Шарова-Делане, имя почти забытое сейчас, но среди диссидентов и борцов за права человека довольно известная. Это брат того самого Вадима Делане, который в 1968 году был среди тех восьмерых человек, вышедших на Красную площадь, протестующих против введения танков в Чехословакию. Вадим Делане стоял тогда на Красной площади, а его брат Сергей Делане – организатор протестов на Болотной площади. И вот этот человек всю жизнь остался борцом за права человека и побывал в Германии в немецкой тюрьме. В тюрьме очень известна берлинская тюрьма Тегель, и он поделился своими впечатлениями. Впечатления его настолько ошарашили, что он написал сразу несколько больших статей по этому поводу. На основе его впечатлений я решил сделать ролик. Прежде всего для особо ударенных я хочу сказать, что это никакие не рисовки, а информация для тех людей, кто думает, что так, как в его стране, то есть тот трудом, который там творится, творится везде во всем остальном мире. Нет, господа, это не так. Есть страны, где люди уже давно перешли в 21 век не только по какой-то технической оснащенности, но и по культуре, и по отношению ко всему – к сиротам, к инвалидам и в том числе к заключенным. Итак, берлинская тюрьма Тегеле. Прежде всего, находится она не где-то за пределами города, не на отшибе, а практически почти в центре Берлина. В любом случае, в черте города – это знаменитое старинное здание. В нем очень много корпусов. Частично она уже модернизирована, частично еще старая. В ней находится около 600 заключенных. При этом на эти 600 человек – 42 человека медперсонала. В тюрьме в этой сидят люди от трех лет до пожизненного. Первая мысль, которая посетила Шарова де Ланем, находясь внутри, он ощутил совершенно непонятное, неведомое ему доселе чувство, а он до этого всю жизнь занимался российскими тюрьмами, его поразило чувство спокойствия и тишины. Он отметил для себя, что заключенные совершенно спокойно перемещаются внутри тюрьмы. Персонал тюрьмы абсолютно нормально общается с сидельцами или с зэками, я даже не знаю, как их назвать. Шаров де Лане называет их жителями тюрьмы, потому что их даже с зэками назвать очень трудно. Его поразило, что персонал берлинской тюрьмы ходит внутри тюрьмы без оружия и что, сказал он, вы мне никогда не поверите, но это действительно так, даже без наручников и без дубинок. Единственное, что есть у персонала – это ключи, которыми они периодически закрывают и открывают различные двери. Такое ощущение казалось, что людям когда-то скомандовали команду вольно, произошло это давным-давно, они привыкли, вот так и ходят спокойно и вольно. Чего совершенно нет в российских тюрьмах, особенно в тюрьмах, где люди сидят пожизненно. Люди разговаривают спокойным тоном, они здороваются друг с другом, переговариваются. Одеты они совершенно в цивильное, единственные рабочие комбинезоны одевают тогда, когда идут в рабочие цеха. Двери камер часто открыты, а на других, наоборот, висят аккуратные навесные замки. На дверях камер. Когда Шаров-Дуэнэ спросил, что это, начальник тюрьмы ответил, да, у каждого заключенного есть свой замок и ключ, он может запереть свою камеру, выходя, так же, как вы запираете дверь своей квартиры. Ну, как бы, отвечает начальник тюрьмы, это их личная жизнь, их личное пространство, мы не можем туда вмешиваться. А вот, например, на двери висит табличка «Не беспокоить». Человек не хочет, чтобы к нему заходили, разговаривали или общались. Мало ли, может быть, чувствует себя нехорошо. Единственное, что делает персонал тюрьмы, они закрывают камеры на ночь и на 10-15 минут, когда все выходят на общую поверку. Остальное время заключенные перемещаются внутри помещений свободно. На вопрос, можно ли заглянуть в камеру, начальник тюрьмы ответил, да, если хозяин не против, то можно заглянуть, но мы сначала спросим, можно ли. В камере обычно 10-12 метров, это старые помещения, построенные еще в 1800-х годах, отдельный туалет, умывальник, кровать, не шпонка, а самая настоящая кровать с хорошим матрасом, стол, стул, не табуретка, нормальный стул, иногда даже мягкий. Книги, телевизор, полочки, картины по стенам, нормальное большое окно. Нет никакой кормушки в двери для того, чтобы выдавать еду. Глазок есть, но он заварен. Европейский суд по правам человека пять лет тому назад принял решение, что глазки нарушают право на приватность. И их все заварили. Само собой, камера на одного человека, никаких хат, по 10-20 человек. Душевые есть в продоле, они открыты весь день. На вопрос хозяина тюрьмы, можно ли купаться, он ответил, да хоть по три раза в день, ограничений нет, а зачем нам их ограничивать? Телефон также есть в каждом продоле. Можно ли куда-то звонить? Конечно, можно, хоть во Владивосток, хоть в Буэнос-Айрес, ответил начальник тюрьмы. Да куда угодно можно, конечно, это стоит денег, но это уже их частное дело. Единственное, мы можем заблокировать номер, ну, например, скажем, если бывшая жена попросила нас, чтобы сиделец не доставал. Только по этим случаям мы номера блокируем. Хозяин тюрьмы рассказал, что сидельцы очень разные, нету какого-то преимущества в отношении какой-то отдельной нации. Сидят и китайцы, и вьетнамцы, и арабы, очень много русских, много немцев. Полный интернационал. Единственное, о чем сетует начальник тюрьмы, о том, что раньше сидельцы, приходя в тюрьмы, получали профобразование. Сейчас же некоторых нужно обучать буквально чтению и письмо. Этим они и занимаются. На вопрос Шарова-Деланне, а какие профессии получают сидельцы, он сказал, у нас есть 10 специальностей рабочих, которые мы предлагаем. В зависимости от срока, некоторые успевают получать 3 и 4. Те, кто сидят не на пожизненное, выходят на свободу, имеют хорошую рабочую специальность. А аттестат о профессиональном навыке, он как-то помечается, что человек получил его в тюрьме. Начальник тюрьмы отвечает, нет, конечно, он такой же, как и все остальные. А узнать откуда-нибудь потом можно, но найти информацию в компьютере или еще где-то, нет, удивляется начальник тюрьмы. Конечно же, нет, это самый обычный аттестат. Выйдя отсюда, если человек сам не скажет, что он сидел в тюрьме, никто понятия не будет иметь, где он получил свое профессиональное образование. Ошарашенный русский журналист спросил, а можно вообще не работать? Ну, например, у меня нет желания. Ну да, конечно, можно, как таких заставишь. Правда, и денег у них не будет. А сколько зарабатывает средний сиделец в берлинской тюрьме? 200 евро в месяц был ответ. При этом никаких налогов, никаких страховок. Единственное, что они платят с этих денег, это небольшой социальный налог. В тот случай, когда они выйдут и вынуждены будут на воле получать пособие по безработице. Это единственное, что они отчисляют от этих денег. Но правда, признался начальник тюрьмы, таких желающих не работать здесь практически нет. Скучно, понимаете? Невозможно весь день смотреть только телевизор. Люди работают охотно и не только. Начальник тюрьмы не без гордости говорит, что у нас есть свой собственный театр. Многие занимаются в этом театре и приблизительно раз в 2-3 месяца показывают очередной театральный спектакль для своих близких и родных, а также для персонала тюрьмы. Люди возвращаются со своих рабочих мест, проходят спокойно по коридорам, разговаривают между собой, а также с персоналом. В этот момент начальник тюрьмы говорит, да, несколько напряженный момент. Мы стараемся внимательно следить за всеми. А что может произойти, спрашивает журналист. Ну, как вам сказать, могут повздорить между собой? И что же вы тогда делаете? Ну, как что, разговариваем, разводим. Иногда можем тюремного психолога пригласить. Дело, понимаете, такое напряженное. В конце концов, журналист не выдержал. Он сказал, ну, а если будет нападение, у вас здесь есть сотрудницы женского пола. Начальник тюрьмы задумался и ответил, ну да, в таком случае мы вызовем городскую полицию. Как городскую полицию удивляется журналист? Вы это серьезно? Конечно. А что нам нужно делать в этом случае? Шаров Долане сказал, что в русской делегации наступила немая сцена, и они пришли в себя только для того, чтобы их дальше провели в тюремную библиотеку, в тюремную больницу, где недавно одному из сидельцев поставили искусственное сердце и, как пишет Долане, доконали нас окончательно. Продолжение следует...